Общественники КОМИ проверили условия труда и содержания осужденных 31 колонии в Микуне. Исправительное учреждение на сегодняшний день является образцово-показательным в республике и экспериментальным в России по реализации государственно-частного партнерства. Делегаты общественной наблюдательной комиссии региона побывали не только за колючей проволокой, но и узнали о технологии изготовления фанеры на Жешердском комбинате. Евгений Ракин выехал на место. Экскурсия по жилому корпусу для осужденных на Жешерском фанерном комбинате не может оставить равнодушным. Условия проживания нечто среднее между студенческой общагой и солдатской казармой. Чистые и уютные помещения, мебель и бытовая техника. А еще трехразовое горячее питание и сменный график труда. Об особом статусе и ошибках прошлого не дают забыть разве что строжайший надзор и дисциплина. При этом заключенные отмечают, свободы на предприятии все-таки в разы больше. При желании с разрешения начальника отряда можно даже выйти в магазин за пределы территории. Осужденные стремятся попасть сюда. Не только из-за лучших условий и возможности скорее выйти по УДО. На заводе хорошо платят. Особо трудолюбивые с подработками получают до 45 тысяч рублей в месяц. Сборщик гидравлического пресса Игорь Крещетов в 31-ю колонию попал из Ставропольского края. Сам попросил о переводе, когда узнал о работе на комбинате. У меня двое маленьких детей. Здесь просто материально можно помогать реально своей семье. Здесь у меня заработок получается в среднем 22 тысячи. Это без подработок. А если с подработками, то выходит и 30 и больше. На заводе осужденные проходят и социальную адаптацию, работая наравне с обычными людьми, что называется плечом к плечу и без какой-либо дискриминации. Общение с вольными людьми, адаптация своеобразная идет. Конечно, уже выйдешь, когда на свободу, уже нет такого, что боишься вольных людей, чего-то еще. Все это видишь, и технику видишь какую-то. Сегодня на комбинате 134 поселенца из Микунской исправительной колонии. Решение о приеме на работу осужденных для предприятия было вынужденным и в какой-то степени даже рискованным. Но острый кадровый голод перевесил аргументы против. Сейчас даже разговаривая на собраниях, спрашивая мнение наших работников, все-таки осужденные это не так уж и плохо, это даже лучше, чем даже бывают вахтовики, которые у нас приезжают в разных деревень. То есть трудовая дисциплина намного лучше именно среди осужденных, чем бывает даже среди местного населения вахтовиков. Но тем не менее мы все-таки своих местных работников ценим, любим. Такая форма государственно-частного партнерства позволяет предприятию не только обеспечить кадровую стабильность, но и закрыть квоты по трудоустройству бывших заключенных. О введении таковых сейчас активно говорят на федеральном уровне. Для российской системы исполнения наказаний этот опыт тоже уникальный и пока не выходит за рамки эксперимента. Для повсеместного внедрения и распространения необходимо прежде подкорректировать законодательство. В Микунской колонии общественники заглянули в единое помещение камерного типа. Здесь содержатся злостные нарушители закона, рецидивисты. Расположение такого особого режимного объекта на территории женского исправительного учреждения тоже своего рода эксперимент. Как показывает практика, женщины не подвержены влиянию тюремных авторитетов, а значит и провокации на зоне исключены. 31-я колония в Коми образцово-показательное учреждение. Здесь есть и своя швейная фабрика, построенная при поддержке правительства Коми. На дефицит заказов не жалуются. Помещение теплое и светлое, оборудование современное. Весной приобрели вышивальную машину. Теперь не надо мучиться с вышивкой и узорами. Я контролирую там обрыв нитей, чтобы вот не петля, вот эту петлюшку, все, чтобы это ровно шла строчка. Потом натягивают камень, потому что для каждого тут меняются, пяльца, в зависимости от рисунка, величины рисунка и всего. Это все надо, все это контролировать. Есть в 31-й колонии своя психологическая лаборатория. Ее оборудовали зимой. Занятия проводят как индивидуально, так и группами. По своей инициативе осужденные начинают прежде всего сразу обращаться, когда у них появляется определенный страх перед освобождением. То есть именно тогда мы проводим занятия по ресоциализации, по восстановлению связи с родными, потому что связи, как правило, за период отбывания наказания утеряны, и в этом плане мы им помогаем. Увиденным гости остались довольны. Да и какие могут быть претензии к содержанию в такой образцовой колонии? Впрочем, в ближайшие дни общественники проинспектируют еще ряд исправительных учреждений. На очереди Ухта. Евгений Ракин, Олег Костромин, телеканал Юрган, Усть-Вымский район. Евгений Ракин, Ракин,shore. Продолжение следует...